МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» А вам студия Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Власти края выделят 20 миллионов рублей, чтобы вернуть жителям села Санниково горячую воду. Вышли на ночную зачистку. Как дорожники города борются с тоннами снега? Забег Деда Мороза и гонки на лыжах. Что еще ждет гостей алтайской зимовки в этом году? На ремонт системы теплоснабжения в Санниково краевые власти планируют вложить более 20 миллионов рублей. Такое заявление сегодня сделал региональный Минстрой. Напомним, вчера во время рабочего визита премьер-министра Дмитрия Медведева в поселок местная жительница на коленях пожаловалась, что уже три года в трех многоквартирных домах Санниково нет горячей воды. Требуется модернизация газовой и котельной, прикладки системы горячего водоснабжения в рамках действующего законодательства, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, конкурсные процедуры. Мы планируем, что до конца 2020 года комплекс мероприятий мы сможем завершить. В Бийске сняли режим ЧАЭС из-за мусора, введенный три дня назад. По мнению властей, сейчас санитарная эпидемиологическая ситуация в городе нормализовалась. Напомним, ввели его из-за того, что семь контейнерных площадок в городе стали напоминать свалки. Так много мусора было в них и вокруг них. В мэрии пояснили, что отходы вывозили вдвое меньше положенного, так как руководство рекоператора и полигона не могли договориться в цене. В итоге убирали мусорные завалы бийские власти. За три дня они вывезли с улиц города более 100 тонн коммунальных отходов. Тем не менее, ситуация остается на контроле краевых властей. А в мэрии Бийска предупреждают жители быть бдительными и фиксировать нарушение вывоза ТКО. В будущем это поможет произвести перерасчет платы за вывоз мусора и в целом послужит профилактикой халатного отношения рекоператора. А Барнелл обещает очистить от снега уже к вечеру. Всего за сутки из дорог города вывезли более 2,5 тысяч кубометров снега, а за несколько дней около 10 тысяч. Сегодня ночью на дорогах краевой столицы работало 110 единиц техники. За сутки дорожники раскидали 645 тонн соляно-песчаной смеси. Кстати, дорожники сейчас работают с 4 утра и до 5 вечера. Уборку осуществляем в ночное время. Из-за меньшей интенсивности дорожного движения припаркованных автомобилей в дневное время более сложно убирать улицы дорожной сети общественного транспорта. Если верить синоптикам, завтра в Барнауле осадки не ожидаются. А вот следующие недели опять накроют город снегом и, по всей видимости, пробками. На этой неделе вечером барнаулицы стояли в 10-ти бальных пробках. Это сравнимо с московскими заторами в час пик. Тем не менее, пока проще стало далеко не на всех участках города. Так, на Солнечной поляне автомобилисты города не могут не то что даже проехать, а даже выехать на дорогу. В соцсетях появились кадры, как маршрутное такси не может двинуться с места. Помочь ему вышли и пассажиры, и водители других машин. Вытянуть авто не получалось, шины просто проскальзывали и машина крутилась на месте. Сколько времени понадобилось на то, чтобы машина вышла на маршрут, неизвестно. К другим темам. Вы варите дома самогон или превратили комнату в цех? Какие еще доводы звучат в суде, когда барнаульцы начисляют завышенные платежи и как на это отвечать? Эту головную боль барнаульцы могут переложить на юриста, причем бесплатно. В Крыловой столице действует общественная приемная ЖКХ-контроль. Глядя на Ирину, тяжело поверить, что она владелец майнинг-фермы. Вот только долг за электроэнергию ей пришел как профессиональному охотнику за биткоинами. 12 тысяч рублей. Выяснила случайно, когда переоформляла на себя вторую часть дома. Площадь она получила в наследство от мамы. Выходит, именно ее мама-пенсионерка, как говорят, нажгла. Мама жила одна. То есть это маломобильная женщина, возрастная, ходила с ходунками. Электроприборов с большим потреблением, с большой мощностью у нее не было. То есть, ну что, телевизор банально, телевизор, холодильник и несколько лампочек Ильича. При этом мама Ирины даже переплачивала. Это по информации системы город. Так что нежданный долг показался вдвойне несправедливым. Ирина обратилась за помощью в общественную приемную ЖКХ-контроль. Суд первой инстанции никаких доводов не принял. Играл за Барновольскую гор-электросеть. Но в овертайме апелляции финальную шайбу забросил юрист общественной приемной. Выписка из лицевого счета обнаружила нестыковки. Гражданки. 100 тысяч киловатт за один месяц начислено. То есть это более 300 тысяч рублей разово на месяц в лицевом счете было отражено. А как вы понимаете, это полдома, обычного одноэтажного дома, с несколькими розетками, с обычной потребительской мощностью. А это по сути производственные масштабы. Ирина сохранила все квитанции за долгие годы. Это помогло юристам. И наоборот, Ирину выручила общественная приемная ЖКХ-контроль. Государственная организация, в которой помогают бесплатно и принимают с любыми коммунальными проблемами. Есть горячая линия. И если вот такому дому начисляют коммунальный платеж, как нескольким заводским цехам, звоните и просите помощи. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Двум подросткам из Аринска вручили почетные грамоты за спасение детей в пожаре. Школьники Сергей и Владимир получили благодарность из рук алтайского сенатора и бывшего губернатора Александра Карлина. Церемония прошла в рамках всероссийского проекта «Дети-герои», который действует уже шесть лет. Напомним, что год назад двое парней увидели дым из окна квартиры на первом этаже. Подошли поближе и увидели сквозь дым в окне детей. Сначала подростки попытались позвать на помощь, но в это время никого из взрослых в дворе не было. Парни стали уговаривать детей спрыгнуть к ним на руки, но когда дети забоялись, Владимир подсадил на плечи Сергея и они вытащили малышей через форточку. Подростки спасли 9-летнюю девочку и 7-летнего мальчика. Со вкусом адреналина в конце ноября на Березовой Катуне уже в шестой раз состоится праздник алтайской зимовки. Он приурочен к открытию зимнего сезона и прилету лебедей на незамерзающие озера. Уже известно, что основные мероприятия пройдут на Березовой Катуне 30 ноября и 1 декабря. В программе забег Дедов Морозов, лыжные гонки, концертная программа и впервые за 6 лет существования праздника гастрономический фестиваль. Его участники лучшие алтайские шеф-повары из разных районов края. Про наше блюдо вы слышали. То есть наш ягодный пирог на сегодняшний день стал уже визитной карточкой горной аптеки. И в принципе, учитывая, что Алтай хлебородный край, то я думаю, что можно считать и алтайского края. И у нас планировалось предварительное мероприятие для ресторана «Русский». И вот наш ягодный пирог там был в десерте, как в блюдох-меню на неделю региональной кухни от Алтая представлен. Наверное, можно считать его и блюдом Алтая. Кстати, заведение, которое принимает участие в фестивале, отметят на гастрономической карте России в интернете. Помимо Березовой Катуни, алтайская зимовка развернется и в районах края. Так, в Топчихинском готовят гонки мотолыжных экипажей. Организаторы отмечают, что в прошлом году праздник посетили 16 тысяч человек. В этот раз ожидают не меньше. Доставлять людей на праздник будут турфирмы. Билет будет стоить 1200 рублей. В Каменском районе будут отлавливать собак, а потом отпускать. Предприниматели Славгорода скоро приступят к отлову бездомных животных. По контракту с администрацией он должен будет провести беркование и стерилизацию бродяги, а после выпустить животное на прежнее место обитания. Но при одном условии, если зверек не болеет и ведет себя не агрессивно. Кстати, предприниматель уже был ловцом собак по прошлому контракту и у жителей района осталось много вопросов к его работе. Люди жалуются, что на улицах по-прежнему много бездомных животных, гулящих с тайкой от одной мусорки к другой. Добавим, что в Барнауле бесплатный центр стерилизации должен заработать в феврале следующего года. Его создадут руководители приюта для животных «Ласка». В Горном Алтае в России в целом стало больше горных баранов. Их еще называют аргали. Это краснокнижные животные. Основная их группировка располагается в Горном. Местные специалисты подсчитали, что количество их особей в пограничной зоне Алтая-Монголии в этом году почти 5000. А это на несколько сотен больше, чем при последнем учете пару лет назад. Именно в России обитают 1500 краснокнижных аргалей. Но эта цифра условна, так как животные постоянно кочуют через границу. Кстати, в связи с увеличением численности горных баранов на Алтае задержатся и снежные барсы. Хищники питаются в основном аргалями. А еще пару лет назад барсы готовы были мигрировать из-за вымирания их добычи. Это было связано с массовым браконьерством и большим количеством лицензий на охоту. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.